В Китае танцующие роботы попали в Книгу рекордов Гиннеса, а Люксембург планирует добывать полезные ископаемые на астероидах. Об этом не только в нашем международном обзоре. Новый рекорд Гиннеса установили танцующие роботы. На Всемирной выставке робототехники в Китае 1069 киборгов исполнили танец и попали в Книгу рекордов. Для максимальной синхронности движений их изобретатели использовали специальную систему управления. Инженеры утверждают, что роботы могут не только танцевать. Они способны демонстрировать элементы боевого искусства кунг-фу или даже спеть песню ребенку. Предполагается, что в дальнейшем роботов направят в детские дома по всей стране в качестве игрушек. Космический клондайк. Европа планирует добывать полезные ископаемые на астероидах. Власти Люксембурга рассчитывают, что их страна станет мировым лидером по добыче ископаемых на этих объектах. На астероидах может быть больше ресурсов, чем на Земле. Кроме того, до них добраться проще, чем до Луны. На первом этапе на низкую околоземную орбиту выведут тестовый аппарат «Проспектор-Х» для испытания технологий. Он отправится в космос уже в следующем году. Затем ученые намерены запустить аппарат на астероид, находящийся вблизи от Земли. Танго для двоих. Нине 82. Оскару 91 год. Но они каждый день занимаются в зале. Результаты налицо. Даже их конкуренты на чемпионате мира по танго признали, что эта пара продемонстрировала самый лучший танец. Публика встретила их овациями, когда они лишь вышли на сцену. Танцоры победили младших соперников, а позже поделились секретом своего успеха. Нужно дышать танго, смеяться с танго и любить этот танец. Жители столицы Ливана под руководством профессиональных художников решили преобразить свой город. Прошло полгода, и унылые трущобы в районе Узай недалеко от центра Бейрута засияли яркими красками. Идея превратить серое здание в холсты пришла Аяду Нессеру. Он собрал 140 тысяч долларов, пригласил друзей и волонтеров. Местные художники вместе с зарубежными мастерами расписали больше ста домов. В итоге, если раньше люди боялись гулять здесь по вечерам, то теперь собираются с семьями. Район Узай трущобами уже не называют. Местные не сомневаются, скоро он станет украшением всего Бейрута. В Лондон съехались тысячи туристов со всего мира. Там начался карнавал, одно из самых ярких и шумных событий года. Фестиваль афрокарибской культуры в Хоттенхиле напоминает британцам о волне переселения латиноамериканцев в Великобританию после войны. Традиционно маршрут карнавала проходил в непосредственной близости от многоэтажки Гренфелл Тауэр, которая сгорела в середине июня этого года. В небо выпустили десятки белых голубей, а на митинге звучали призывы к единству и молитвы.